Доброе утро, друзья мои. 8.32 в Амурской области, а у нас тем временем появился гость. Я подам его, попробую сейчас, правильно. Целитель, имидж-терапевт, психотерапевт, что немаловажно. Специалист по восточным выздоровлениям. Оздоровление по восточному, конечно. Сергей Тимофеев, Сергей, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Сергей, вот столько много у вас всяких разных профессий освоенных, и бизнесмен вы тоже в прошлом. Вот как ваше утро начинается, нам особо интересно узнать. Потому что наверняка там какие-то есть свои секреты. Ну, как-то оригинально, это 100%. Как-то оригинально точно, да. Да, в общем, как обычные люди, так же просыпаюсь, завтракаю, отвожу ребенка в садик. То есть вы специально чего-то не делаете? Ничего нетрадиционного. Вдох ртом, выдох нос, ну хоть что-то должно быть. А после того, как я отвожу ребенка в садик, начинается мое настоящее утро. Вот тут та самая. Что именно вот это вот мое настоящее? С утра до обеда я занимаюсь медитациями, практиками, йогой. То есть йогой тоже занимаетесь? Да. Мы сегодня уже сюжет про йогу посмотрели, а сам и поделали, да? Класс. Ну, давайте теперь разбираться. Что такое целительство, нам известно. Пока непонятно, что такое восточные оздоровления. Нет, восточные еще более-менее. У нас специалисты-то неоднократно были. А вот имидж-терапия, это вообще для нас просто понятие редкое. Делитесь, рассказывайте, просвещайте, так сказать. Имидж-терапия, ну, это из двух слов, да, состоит. Имидж-терапия. Имидж от слова английского образ. То есть это образная терапия. Медицина, мысль образовая, по-другому можно это сказать. Что имеется в виду? Целитель, ну, имидж-терапевт, диагностируя пациента, видит образы заболевания. Это может быть информационный образ. Нарушенная энергия у органа. Это может быть информационный образ. Нарушена информация у какого-то органа или у человека в целом. И после того, как я провожу диагностику и вижу, где энергия не на том месте, где ее мало или чрезмерно много, я начинаю с ней работать. Слушай, а мы-то уже по незнанию нашего гримера решили имидж-терапевтом позвать, табличку хотели прикинуть. Подождите. Отказывается. Для меня, как для обывателя и для человека, не сталкивающимся с энергиями какими-то тонкими, вы видите заболевание своими глазами? Вы как диагностируете? Ну, вы говорите, что это видно. Я не могу понять, как это видно. Вы же не человек-рентген, правильно? Ну, это видно третьим глазом, если так можно выразиться. Вот, вот, про это я уже слышал. Вот еще вопрос, да? Люди говорят, что они рождаются с астросексурными способностями. В вашем случае третий глаз как-то пришлось выращивать, или же это у вас всегда было? Открывать, правильно я скажу. Открывать. Потенциальные способности видеть, изложенные у всех. И при небольшом усилии это доступно каждому, и вам в том числе. Так, ну вот сейчас заикнулись, да? Слушайте, и нам. Так, Влада, может, больше меня не надо. А вот Влада, у него там все, для этого аккуратно, для третьего глаза. Я правильно область массировал. Область между бровями точкой ментана называется. Если каждый день вы будете, закрывая глаза, представлять, визуализировать эту область, как бы все сознание изнутри помещать вот в эту область за бровями, да? И в течение часа удерживать концентрацию внимания в этом месте, то постепенно там будет возникать напряжение. Слушайте, мне дико интересно. Владос, у нас два часа прямого эфира. Я буду с тобой работать. Договорились. Сергей, а вот сложно ли диагностировать, да, при помощи, опять же, этого третьего глаза, да, как-то я так предполагаю. И вообще, насколько точно удается это сделать? Да. В процентовке хотя бы. Ну, это настолько точно, вот если бы я вас ущипнул, да? Вы чувствуете? Ай, не надо. Насколько точно вы чувствуете, что вас ущипнули? Сто процентов. Ну да. Ну, здесь точно так же. Такая же точность? То есть, когда я диагностирую, я вижу, что вот этот орган имеет, допустим, энергию холода, да, или энергию жара. То есть, это, ну, если вы подойдёте и рукой вот рядом, допустим, можно и костра, да, будете держать руку, вы же почувствуете, что какое-то излучение, да, идёт. Ну, естественно. Это инфракрасно, и рука это ощущает. А если, допустим, это ночь, и руку отведёте в сторону леса, вы почувствуете какую-то прохладу лёгкую, да, от леса исходящую. И это ощущения от костра и от леса разные. Ага. И точно так же рука вот тренируется, я вижу у человека, какой орган что излучает. Это бывают какие-то покалывания, пощипывания, какие-то вибрации, холод, жара, влажность, сухость. Это может быть разные ощущения. Это всё руками можно видеть. Хорошо. Я могу вас не спросить об одной вещи. А где вы этому учились? Учителей у меня на самом деле несколько. Я обучался и в Японии, и в Израиле, и в Мексике, и в Китае, ну, и в России. То есть учителей, занимающихся и передающих знания, сейчас увеличивается, и можно обучаться. Я знаю, что для того, чтобы обучаться, Сергей даже не просто вот поехал, да, учиться. Он денег сначала зарабатывал специально на этот процесс. Я тебе лучше скажу, так правильно делать. Так правильно. Сережа, а мне можно вот один вопрос. Я как практик, да, мне всегда интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вы сейчас можете прогностировать меня? Ну, я тоже готова, я тут и ближе, все же, что хочу. Можете это сделать? Или это нужны какие-то определенные подготовки? Да, необходимо несколько подготовиться, да, хотя бы там полчаса привести свое тело как инструмент, да, в состоянии готовности. Это опять же медитация. Да, это медитация, ну, по-своему называется, да, медитация. То есть необходимо почистить свое физическое тело, убрать все плотные энергии. Обычно я занимаюсь часа два примерно йогой, убирая все плотные энергии, накопленные за предыдущий день, за ночь накопленные. И вот уже находясь в тонких энергиях, потом начинаю вести прием пациентов. И тогда становятся доступными видения вот тех вот тонких сущностей энергии, которые повреждены, которые до работы с телом моим мне недоступны. То есть необходимо подготавливаться, да. Слушайте, пока Сергей готовит. Жалко, что у нас времени так мало. Хочется поговорить обо всем. Давайте для начала посмотрим материал. Да, давайте посмотрим. Да, я предлагаю сейчас узнать, каким же методиком лечения обращаются наши амурчане. Давайте посмотрим опрос на эту тему, потом вернемся к беседе. В принципе, традиционная, конечно. Нетрадиционная медицина, только как поддержка. Во-первых, у меня муж врач. Натирать мазями прогревающими. Нетрадиционная. Да пусть пользуются те, кому нравится. Но мне, например, не нравится. Давайте уже будем по старым, по старинке будем жить. В травке как-то не верится. Наверное, массаж, прогревание. Я думаю, надо использовать ту и другую. Всякими таблетками, традициями. Ну, я пользуюсь от боли поясницы. Всегда делаю какие-нибудь травки. Это нет, это к доктору. То есть, изначально нужно, конечно, выяснять причину. Нетрадиционную тоже можно использовать. Наверное, в виде эксперимента. Поможет, значит, поможет. Больше работать. Меньше болеть будет. Сегодня у нас в студии находится имидж-терапевт и целитель Сергей Тимофеев, с которым мы беседуем на тему здоровья. Да. Сергей, а вы сами здоровы? Вы себя сами лечите? Правильный вопрос от форумчан прочитала, на самом деле. Ну, не совсем. То есть, у меня зрение было минус пять. Я начал заниматься своим зрением. Сейчас на две диоптери уменьшил. У меня минус три. То есть, вы сами себя лечите? Да, конечно. Вот это да. То есть, мне ещё какое-то время необходимо для того, чтобы полностью восстановить своё зрение. То есть, зрение, вроде казалось бы, от органа, его надо лечить. Но на самом деле проблема в других органах. В частности, вот у меня в печени. То есть, накопленная энергия негативная в печени влияет на зрение. Ну, там отчасти и почки связаны. Я-то думаю, почему я так не могу уже прочитать издалека вот это вот. Всё из-за того, что печень у меня страдает. Ладно, ты со своей печенью. Скажите, вообще часто такое бывает, когда человеку вам приходит с одной проблемой, а вы понимаете, что проблема совсем в другом. Может быть, вы его к врачам иногда даже отправляете. Бывает такое или нет? Достаточно часто бывает, что приходит пациент жаловаться на какое-то одно, ну, недуг, там, симптом какой-то. А проблема совсем в другом органе. Ну, бывало, часто приходит с коленками, да, вот болят коленки. А заболевание основное – это почки. И при исцелении почек коленки автоматически исцеляются. То есть на них не нужно даже времени не тратить. Это как следствие. Мы знаем, что вы учились в Китае. В том числе. В том числе, да. И там проводились исследования. Вот. На тему эффективности тех методик имидж-терапии, которые вы используете в своей практике, так? Ну, то есть всем же интересно, насколько действительно это эффективно и как это доказали. Да. Проводили же какие-то опты. У нас существует такая наука, как квантовая физика, квантовая химия, квантовая механика. И люди в квантовом мире давно доказали, что наблюдатель влияет на процесс наблюдения своим участием. То есть стоит ему только думать о том, что какой результат будет, так он меняет весь этот опыт. Силой мысли? Силой мысли, да. Это научно доказанный факт. Вот это да. И целитель также влияет на этот процесс. Когда он видит нарушение в каком-то органе, он видит неправильный образ. Он от образ плохого убирает, а вместо него сферирует новый здоровый образ, здорового органа. Я сейчас, знаете, что вспомнил? Вот как будто сценарий к фильму «Начало». посели в мозг больного мысль, хорошую мысль об излечении, и он станет здоров? Так просто? Получается. Ну, так просто. Если взять, допустим, историю религии и христианства, то Иисус тоже лечил словами. Ну да. И многие целители предпочитают лечение словом. Это самое простое, самое эффективное лечение. Хорошо. Тогда такой вопрос. Как вы считаете, заменит ли вот такой вот способ лечения традиционный? Вот возможно ли такое? Чисто гипотетически. Вот немножко отойдя в сторону, раньше у нас было два направления. Вот были идеалисты, говорили, что вот, хорошо, вот только вот дух развивать. А были, ну наоборот, материалисты, говорили, вот надо там тело, и борьба шла между духом и телом. Но сейчас время объединения, интеграции, системного мышления, когда в здоровом теле здоровый дух, да, и здоровый дух формирует здоровое тело. И это взаимоперетекающее дух друга. И нам необходимо также относиться, ну вообще, ко всей сущности, ну вот, всецело к нашей жизни. Хорошо, Сергей, тогда конкретный абсолютно вопрос, да? Вы как с коллегами сотрудничаете с традиционными митиками, скажем так, да. Потому что вы же тоже из них-то выходец из этой традиционной медицины. Общаюсь, но достаточно редко. Потому что все время то я уезжаю на какие-то тренинги, то веду прием пациентов, времени на общение, ну буквально сводится к общению с друзьями. Ну а как вы вообще считаете, да, вы считаете, что вам нужно как-то все-таки вместе работать или нет? Или каждый пусть занимается своим делом? Ну вот, выращиваясь к предыдущему вопросу, западная медицина и восточная медицина, они сливаются постепенно друг с другом. И многие китайские доктора начинают учать западную медицину. Западные доктора тянутся в Китай, обучаются восточной медицине. Ее такое взаимопроникновение. Настера китайская медицина едут в Россию рассказывать и учить восточному стилю. Это процесс объединения, интеграции будет продолжаться. Мне кажется, я понял, я понял, к чему вы клоните. То есть, если человек поломал ногу, ему нужно западную медицину, срочно, да, ему там пока столом будешь лечить, это долго. Человек может, ну, как бы, вот, там какая-то авария, ему надо срочно западная помощь. Имеет место и то, и другое. Хорошо, раз вы так интересуетесь. Будет это совокупность двух. Да, да, да. Продолжается такое нетрадиционное утро в плане оздоровления. И мы, вот, чуть-чуть нам осталось поговорить с Сергеем Тимофеевым, целителем, имидж-терапевтом. В общем, человеком, знающим, как лечить при помощи мозга. Слушай, ну ты сказал. Причем силой мозга, силой мысли. Есть у меня, кстати, вопрос как раз, вот чем вы лечите всё-таки, силой мысли или руками? Потому что вы долго рассказывали много про руки, как они помогают вам в процессе лечения. Вот что лечит всё-таки в имидж-терапии? Ну, наверное, вот это от сердца, да, любовь. Желание исцелить человека — это и силой мысли, и энергия, и информация, и некоторые мантры, я при этом использую, это усиливает энергию наших мыслей, и вот такая совокупность. То есть я вообще ничего не угадала, сердце лечит. Да, есть определённые слова, которые делают сильнее что? А можно вот сейчас какой-то совет быстро, такой утренний дать? Можно какую-то мантру, которую бы сейчас наши зрители могли записать и прочитать, и им стало бы сразу хорошо и приятно. Может, хотя бы настроение повысилось? Ну, все слышали мантру Ом, естественно, да? Да, Ом. Если, например, у вас заболело какой-то участок тела, сердце или ещё что-то, и нет возможности обратиться за помощью, вы можете эту мантуру читать и как бы читать из этого места напряжение, где у вас оно есть. Ом. И спустя некоторое время у вас… И думать об этом органе. Верьте в себя, и у вас всё получится, и вы будете здоровы. Сергей, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо, Серёжа, спасибо. Действительно было интересно. Много интересного рассказали. Надеюсь, ещё пообщаемся как-нибудь. Да. Спасибо большое. Будьте здоровы тоже. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»